В Самаре продолжают подавать тепло в жилые дома и объекты социальной сферы. Отапливаемых многоквартирных домов сейчас 92%. Завершается подключение к центральному отоплению всех 1197 образовательных и социально-культурных объектов. Здесь доля подключения к теплу составляет почти 98%. Такой же процент и отапливаемых объектов здравоохранения. Кроме того, батареи потеплели во всех круглосуточных медицинских стационарах. Об этом стало известно на общегородском совещании, который провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Планируется, что в оставшиеся объекты дошкольного и школьного образования, расположенные в советском и промышленном районах, тепло придет уже сегодня. Накануне велась работа по заполнению магистральных линий. Теперь теплоснабжающая организация переходит к запуску теплоносителя по внутриквартальным сетям. Кроме того, профильные службы трудятся над тем, чтобы тепло пришло еще в четыре учреждения здравоохранения и несколько вузов. Всего к отоплению подключено более девяти с половиной тысяч жилых домов. По подключению идем в графике, согласно которой расписан до 30 сентября. На сегодня мы в работу по планам берем для себя 400 многоквартирных домов, чтобы подключить. Начало отопительного сезона – это не только подача тепла в трубы. Нужно подготовить систему, провести продувку и регулировку отопления внутри дома. В частности, в Кировском районе Самары, которые в числе лидеров по подаче тепла подключили к отоплению свыше 98% многоквартирных домов. Сотрудники управляющих организаций приходят и проводят регулировку, то есть спускают воздух. Как правило, для этого не требуется попадание в квартиру. Все работы сотрудники управляющих компаний могут выполнить либо в подвальных помещениях, либо в чердачных. Ожидаем, что до конца текущей недели все 100% уже будут подключены к отоплению. Выявляются какие-либо замечания, какие-либо дефекты. Управляющие организации работают над их устранением. Нами для этого организована горячая линия по теплу. Жители могут обратиться на эту горячую линию, оставить заявочку. Как правило, одной из основных проблем при подключении домов является банальная завоздушивание системы. Все работы находятся на непрерывном контроле. Отметим, что заседания оперативного штаба по пуску тепла проходят в ежедневном режиме. Глава города Елена Лапушкина взяла процесс подачи тепла под личный контроль, выезжая на объекты во все районы города. Особое внимание обращено на то, что до резкого понижения температуры основные работы должны быть выполнены. Исполнители несут персональную ответственность. В начале отопительного сезона своевременно нужно прогнать воздух со стояков, соответственно убрать воздушные пробки, отрегулировать запорную арматуру, теплоузлах. Каждый день надо ходить, потому что воздуха очень много набирается за лето, как собственники себе делают ремонты сами, меняют иногда батареи, все это завоздушивается. Поэтому ходим, ходим, пока полная стопроцентная подача тепла осуществляется в каждую квартиру. Тепло удали несколько дней назад. Я считаю, что все нормально, у меня претензий нет. Напомним, в этом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отопительный сезон начали в беспрецедентно ранние сроки, с 16 сентября, не дожидаясь понижения среднесуточных температур. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, События.